Важно сказать, что сейчас мы понимаем, что аутизм – это расстройство, затрагивающее очень многих, и у него есть нейробиологические основы. Одна из самых важных вещей – это то, что мы должны смотреть на человека и думать о том, как он существует в окружающей среде, взаимодействует с миром, не только для того, чтобы понимать нейробиологические механизмы, но и для того, чтобы понимать, как это влияет на его моторное развитие, на обработку сенсорной информации, моторное планирование, как конкретно он взаимодействует с окружающей средой. Мы не говорим о том, что какой-то подход лучше. Нужно посмотреть, какой подход отвечает потребностям конкретного ребенка. Мой опыт работы связан с развитием моторной сферы и развитием обработки сенсорной информации. Позже я начала работать в подходе Dear 4Time, который интегрирует многие модели раннего вмешательства. Потому что в работе мы отталкиваемся от взаимодействия с конкретным ребенком, как он обрабатывает информацию, какое у него моторное поведение, коммуникации и также думаем над его эмоциональной перспективой. Потому что, когда он взаимодействует с миром, он получает эмоциональный ответ. И этот эмоциональный ответ связан с взаимоотношениями. Как эрготерапевт, я работаю с тем, чтобы установить связь между процессами развития и тем, как они влияют на взаимодействие ребенка с окружающим. Понять его ритм взаимодействия. Я смотрю на то, как можно использовать взаимодействие для улучшения развития каждого ребенка. Это все очень индивидуально.